большой всем привет после целого месяца головокружительных игр в рыцаря мага и тумани бонс захотелось чего-то кардинально нового я вспомнил что у меня давно-давно лежит вот эта коробочка до сих пор не распакованная давайте-ка посмотрим что же там у нас внутри джентес это один из самых моих первых кикстартеров самый первый был образ бирмингем а вторым я специально сегодня посмотрел о истории покупок на кикстартере вторым был аджентес но пришел он не так давно сравнительно то есть это очень давний кикстартер по разным причинам я про это рассказывал в одном из видео про истории разных игр не буду повторяться просто ссылочку сделаю кому интересно так вот эта игра лежала очень долго не распакованная интерес к ней довольно высокий потому что это единственная на данный момент игра от цивилизация в моей коллекции причем здесь интересно не только тематика еще само это издание потому что это не ритейл издания это кикстартерная deluxe издание нити даже по коробке видно в специальном таком чехле с золотым тиснением все это наверное видно даже на камере такая коробочка мы посмотрим чем она отличается от ритейл и вообще что это за игра я про нее почти ничего не помню когда я заказывал это было ну года три по моему назад когда там кикстартер на меня собирался поэтому несмотря на то что три года назад я в ее внимательно изучал полуцплеем и по правилам сейчас уже спустя это время я почти ничего не помню помню что это оригинальная цивилизация с управлением временем мне больше всего насколько я помню зашло именно то что там идет контроль времени при развитии вашей цивилизации с помощью таких фишек фишечек но не буду сейчас выдумывать потому что действительно не помню кикстартерной версии прилагался вот такой органайзер из пенокартона я никогда с таким не работал поэтому это еще интересный опыт попробовать собрать вот такой и посмотреть насколько она улучшит впечатление от игры органайзер вообще вещь хорошая так правило правил 16 страниц всего это немного для большой игры видимо не сильно она сложная надеюсь на это есть какая-то дополнительная бумажка видимо с глаза с глоссарием что означают разные постройки ну и переходим к комплектующим это наклейки почему где небольшой любитель наклеек и не совсем понимаю их назначение мы посмотрим так поля поля двуслойные то есть здесь выемки в которые можно что-то будет вставлять так полей они несмотря на то что надо в то что они двуслойные они выглядят очень тоненькими это как-то необычно даже не даже вот гнутся обычно когда двуслойные поля кикстартерных разных проектов то они такие полстенные доски а здесь ну очень тоненько но ощущение двуслойности очень даже большое то сидимо сама нижняя подслойка очень тоненькая так у нас а4 планшета разных цветов дальше само поле поле игры небольшое да очень небольшое поле даже она влазит в кадр целиком пока не знаю где что здесь есть видим мы здесь где-то распространяемся но судя по планшету основное развитие может быть именно здесь так как планшет игрока не намного меньше чем само поле игровое поле двусторонние возможно что на несколько игроков на 1 2 например на одной половинке на 3 4 на 2 так мешочек с вышитый встроенного органайзера никакого нет поэтому необходимость во внешнем она прослеживается так пачка карт деревянные компоненты металлические компоненты дак вот здесь похоже первый мой вопрос вот эти элементы судя по всему вот эти наклейки предназначены того чтобы наклеивать самостоятельно на суда и это ну я не совсем восторгит такого решения так проверим версию что у нас еще есть да тут очень много вот этих плашечек но они пустые и что серьезно наклеивать надо будет задач или да все все элементы деревянные не просто деревянные элементы без термопечати то есть изображение вы должны будете сами наклеивать в этой версии тоже самое или или это кривили гады люкс так называемого так вот эти жетончики часиков вот здесь есть изображение напечатанное еще бы здесь наклеивали и сами фигурки деревянные с изображением я не видел ритейл версию поэтому не знаю если у кого то есть напишите какие есть отличия этой версии вот делюксовые так называемый но вот это не делюкс это это очень спорное решение так эти нравятся это хорошие но и и фишка ну и фишка первого игрока и видимо подсчет очков или что-то еще все деревянное все крашеная но без термопечати как например в гугоне здесь нет ощущения делюкса премиальности нет в гугоне есть там я даже наверное достану просто чтобы сравнить что такое делюкс а что такое не делюкс то есть несмотря то что здесь оформление такое очень неплохое но она выглядит на самом деле просто как хорошая ритейл версия делик здесь только вот за счет металлических компонентов мы покажу уже монетки я люблю металлические монетки толстые не особо дизайном они заморачивались просто единички пятерочки десяточки без особых изображений просто цифры то есть монетки довольно универсальный можно в любой игре экономической с похожей тематикой использовать и вот эти джентасовские монетки так вот о чем я хочу наверно сказать что не выглядит премиально когда у вас набор деревяшек которые нужно наклеивать это не премиум премиум я сейчас вам покажу вот премиум где ли каждый игрок имеет собственную коробочку где есть встроенный органайзер для всего где есть металл позолоченный где есть термопечать на дереве сравните лаковая термопечать с рисунком и деревяшки едва покрашены здесь он так ну как бы я без особых претензий но это не премиальность вот эта премиальность в остальном все вроде бы хорошо кроме вот этой претензии с наклейками у меня остальных претензий комплектации и к внешнему виду не имеется фигурки большие фигурки крупные скорее всего они куда-то сюда так располагаются и идет какой-то игровой процесс в общем а вот такой внешний вид deluxe версия если у вас есть retail сравните насколько она дает преимущество не знаю нас по моему в retail версии вместо деревянных компонентов картон тогда да может быть есть оправданность хоть какая-то здесь если в retail версии тоже деревянная и отличие только в металлических монетах ну извиняюсь за органайзер и металлические монеты я бы не стал переплачивать карточки ну давайте посмотрим карты карты не глянцевые это уже хорошо я не очень люблю в таких особенно в экономических играх когда гладкие полностью гладкие карты как в играли например здесь есть тиснение карточки тоненькие но они приятные хорошие здесь в общем то никаких претензий нет графика оригинальная мне она нравилась то есть на кикстартере меня привлекла и в том числе графика этой игры которая под такую старину сделано и очень стильно графика стильная на любителя да я понимаю такие детские рисунки но вполне себе привлекательная для кого-то меня во всяком случае привлекла вот такая распаковочка сейчас будем смотреть как она играется буду изучать наклейки напишите но это не издевательство или нормально вот вам нормально такой вариант я как человек криворукий очень не в восторге то есть единственная претензия к внешнему виду этой игры это то что меня сейчас это то что мне сейчас придется вручную наклеивать наклейки на эти деревянные компоненты и не всегда это будет ровно мягко так скажем все так сейчас я конечно соберу органайзеры все это у комплекту и покажу вам в конце а что из этого получится фух типа собрал полтора часа забирал все это дело тут конечно придется сейчас доводить до ума некоторые вещи которые плохо проклеились первый раз игра который требует столько ручной работы это я еще не клеил наклейки поэтому я вообще боюсь приступать в общем игра называется сделай сам делай сам вот такие дела впечатлений спорные потому что ожидается что все готово что все замечательно будет в таком премиум издание когда тебе куча ручной работы то с одной стороны это интересно я первый раз собираю вот такой тип органайзеров и это довольно забавное занятие хотя больше я бы наверно не взялся потому что я не люблю с клеем я весь перепачканный хорошо хоть на столб застелил задумался вот второй раз я бы такой не взялся еще же я знаю что люди делают сами это проектируют тут все как бы все тут это все готово и те только нужно составить а еще люди как-то это умудряются сделать саму схему потом все это склеивать я представляю сколько это работы здесь что-то по моему не продумано вот эти коробочки непонятно почему они выше чем вот эти соответственно эти перекашиваются непонятно даже лучше вообще-то убрать тогда так вот поставить или она чтобы повыше было спорное решение в общем сейчас буду проклеивать там где у меня отваливается и а дальше все разложу наклеиваю наклейки занятие не то еще ну получается более или менее красивые фишки кубики прислали фишки делай сам так классно зато красиво выглядит а можно просвелить дырочку и отдать несколько штучек слушай слушай это компоненты дорого стоят я тут хочу открыть для домика реально мне может быть под пригодятся некоторые деревянные на фотосессию дам но на не ну зачем только на фотосессии нет смотри есть же всякие интересные компоненты которые можно пришивать не отдам вот эту цель лишь дырочку а могут быть избирать знаешь эту игру я покупал как премиально то есть она там тут все очень круто сделала и так далее прислали наклейки и фишки делай сам так это классно же ну с одной стороны да весело с другой стороны неожиданно не попутаешь в обычной версии не премиальные там вот вот эти все фишки на необычный картонный ну патчборда а здесь типа деревянные но ты могли уже вот так вот сделать это было бы прибегать ну видимо тут более сложная графика не знаю так забавно нужно уже два часа собираю и кстати органайзер тоже собери сам то есть он был полностью такой вот он в таком виде был тут инструкция собирался для конструктору за теле развлечения это все ну классно заканчиваю это что это табуретки делают это игра как цивилизации ты развиваешь свою цивилизацию и вот твои человечки буду что-то делать заводил людей так в общем закончил со сборкой игры джентес это очень было неожиданно получить вот такое сделай сам то есть это не премиум издание это издание в стиле очумелые ручки все нужно было сделать два часа где-то все это собирала собирал органайзер склеивал наклеиваем наклейки ну результат не выглядит очень хорошо то есть видно все равно что это немножко самодеятельность но посмотрим она игровой процесс в конце концов компоненты неплохие внешний вид тоже неплохой не тот что я ожидал но все таки не плохо фух а в ближайшие дни я эту игру изучу поиграю и расскажу вам первое впечатление до встречи на нашем канале всем пока для честности должен снять свое возражение насчет непродуманности органайзера я здесь говорил что типа она ниже и из-за этого падают верхней части оказывается просто вот эти кубик они должны стоять вертикально они как раз становится ровно по высоте с этими с этой плашкой соответственно когда вы ставите сверху будет ровненько все продумано а и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok